Всем привет, с вами Алис с канала Берегилаб. Сегодня мы говорим о вулканах и изнутрясениях, начинаем обзор солнца. Как обычно, включаем наш кинотеатр, но даже перед включением давайте посмотрим. Вот не было видно такого факела между 10 и 11 часами. Видите какой? И на 8 часах. Ну на 8 часах бывало, а вот 10-11 какой-то прям уж очень мощный. И мы видим, что смотрит, да, смотрим 1-2 часа здесь. И вот, смотрите, этот факел в итоге сработал. Мы видим, что, смотрите, вот пошел отрыв. Сейчас замедлю чуть-чуть. И прям, смотрите, материал пошел куда-то в сторону, скорее всего, Венера опять. Опять Венера обстреливает солнце, да. Никак не успокоится. Давайте еще посмотрим. Немножко прокрутим обратно. Да, видно такой прям, довольно-таки плотный материал. И такое ощущение, как будто сразу эта зона чуть-чуть погасла, да. То есть выстрелила в сторону Венеры и сразу успокоилась. Ну вот еще давайте просмотрим. Вот здесь как будто хвост какой-то, да. Смотрите, не прямой выброс, а изогнутый почему-то. Почему-то изогнутый получился. И давайте еще раз глянем, как выглядит вот отрыв этой системы. Видите, она теряет движение. Причем, обратите внимание, она еще и вращается. Вращается против часовой стрелки, да. Мы видим, что движение есть такое, да. И потом раз и вылет, и вот этот столб как бы пламени резко сужается. Получается вот такая вот система. Ладно, идем дальше. В принципе, мы видим минимальные вспышки сейчас. С1,3, С2,3 вот за последние сутки. С-класс вероятность 55%, М-класс 10, Х-класс 10, 1%, извините, 1%. Так, на нашем Солнце мы сейчас видим 5 активных зон. Самое интересное, пожалуй, 31,36, она ближе всего к экватору. Ну, где вот этот факел был, 31,37. Мне кажется, там основные процессы происходили. Давайте в другом диапазоне посмотрим. Ну, здесь вот видна дыра. И, в общем-то, вот такой вот полосой идут активные зоны северных полушарий. Ну, вот эта зона, если она прорастет, то она прямо одна будет смотреть на нашу планету. И понаблюдаем, понаблюдаем тогда, к чему это приведет. По статистике сейчас у нас 5 активных зон. В них всего лишь 12 пятен, то есть совсем немного. И давайте вот посмотрим теперь на дыру. Дыра смотрела на наш планету. Теперь она немножко отворачивается, уже проворачивается. Пока других дыр нет. Вот интересный большой протобиранец здесь есть. Ну, и смотрим вот на 10 часах, что там еще готовится. Так, ну, давайте посмотрим теперь геомагнитную обстановку, что на нашей планете. Ну, все в зеленой зоне. Хотя вот теперь зеленая зона и четвертого уровня достигает, да. И, в общем-то, это как-то не очень воспринимается. И об этом пишет Виталий Вишталюк. Спасибо, у них ошибка. Сначала зеленый, салатовый, желтый, красный. Ну, имеется в виду цветовая гамма. И то же самое Алексей Покровский пишет. Да, Алексей, от цвета ощущения моего, ребят, не все нормально. Это я про солнечную активность. Я бы поменял хотя бы зеленые цвета местами на шкале для большей адекватности восприятия. Ну, что самое интересное, что цвета были абсолютно нормальные, мне кажется, лет 10. Никто, никого это не волновало. Ну, вот пришел кто-то и решил, надо реформировать, надо поменять цветовую гамму. Понимаете, какое важное решение. Ну, и прогноз, в общем-то, все в зеленой зоне. Или теперь в салатовой, как говорить. По вулканам у нас 46 вулканов, извергается при норме 40. В общем-то, что про вулканы интересного можно рассказать. Продолжается у нас извержение Сабанкая. Вот здесь вот в Перу, видите, подписан вулкан, там на 2,5 тысячи километров над уровнем моря. Шевелыч выбрасывает на Камчатке на 3,5 километра. Чуть южнее Эбека. Вот он, Эбека. На острове Парамушир. Там где-то 2 километра выброс. Ну, и побок эти петли, вот здесь вот в Мексике, тоже устраивает периодически шоу. Ну, в целом, так вот все в соответствии с ожиданием больше других каких-то изменений пока нет. Так, хотя вот незначительная активность вулкане Монан зарегистрирована в Папу и Новую Гвинею с 29 октября 2022 года. Так, давай теперь дальше смотреть землетрясения. По землетрясениям за неделю у нас магнитуды 4,9 и выше состояло 49 землетрясений при норме 50. Ну, примерно в соответствии с нормой. Видно вот здесь активность Средней Азии у нас довольно-таки высокая, да, на западе Тихого океана. Ну, и смотрим вот и на востоке Тихого океана. Смотрите, шестерочка вот состоялась. Причем, смотрите, дыра и влияние на активность. Активность практически везде так серьезно подросла в результате влияния этой дыры. Так вот. Так что вот так вот. Давай теперь посмотрим за последние сутки. У нас невысокая активность за последние сутки, согласно версии этого сайта. 109 у нас землетрясениям, магнитуды 2 и выше. Ну, давайте посмотрим. Да, вот Алексей Покровский пишет. Алекс, спасибо. Смотрел про Индонезию, вроде 10 километров глубина, а утешает, что цинами не будет. Потрясло там хорошо. Бояться только надо в оползне. Алекс, приятных выходных и хорошей погоды вам. Алексей, да, ваши пожелания прямо вот реально оправдались. То есть, погода была идеальнейшая. А что самое интересное, ну, я был в горах, не было ни туристов, уже туристический сезон закрыт. Никого. То есть, полная тишина. И там даже и животных всех убрали. Там коров, коз, овец, ничего. Вот чистые горы, как они есть. Вот, понимаете, без всяких каких-то других вот раздражителей. Это, наверное, самый-самый лучший сезон. Вот он бывает как раз в конце октября, в начале ноября, когда вот такое сочетание погоды. Ну, не каждый год он происходит. Обычно уже в конце октября снег лежит. А вот в этом году как раз произошло все идеально. Так что спасибо вам большое. Так, вот, пропустил еще один комментарий. Енина недавних. Интересно, а теперь будут поднимать норму вулканов опять, как в прошлый раз. Ну, посмотрим. Пока мы видим, зафиксировалось районе 46. 42-46, вот где-то вот так вот пляшет в этом диапазоне. Ну, пока разговоров об этом нет. Так, ну, давайте землетрясение перейдем. Норвежское море 4,2 на глубине 10 километров. У Исландии двоечка. Вот у нас не затухает здесь реки Нес. Средний Атлантический хребет 4,7 на глубине 10 километров. Вот, смотрите, у нас редкое землетрясение во Франции, рядом с Леоном. На глубине 14 километров. У нас активность вот на Италии, в Италии севере, Хорватии 3,6. Да, вот здесь в Теренском море было довольно-таки такое ощутимое землетрясение. Даже кто-то написал, кто там живет недалеко, что трясло его матрас. Вот как такое вот интересное ощущение. Глубина была 267 километров, магнитуда 5,5, но глубина, конечно, впечатляет. Ну, здесь вот вообще в Теренском море даже видно внешне, что здесь глубоко. Уровень воды довольно-таки глубокий, но и также землетрясение глубоко залегает. Ну, здесь еще двоечки по востоку Италии, на западе Греции 3,3. У Афина здесь у Крита двоечка, две двоечки у Змира, у Стамбула двоечка. Вот, 3,1 в зоне Уранч на глубине 108 километров. 3,3 на востоке Турции, на юго-востоке. 3,5 запад Ирана. 3,9 на южном побережье Ирана, у Персидского залива. 4,6 Мьянма, глубина 69 километров. И смотрим Китай. Вот здесь вот 5,1 на глубине 10 километров. В Тибете 4,9 на глубине 10 километров. У нас Афганистан 4,1, 103 километра. В центре Китая 4,9, 10 километров глубина. И тоже неспокойно, смотрите, Кемеровская область 4,0 на глубине 5 километров. Здесь населенный пункт Мыски. Республика Тыва 2,6, 3,9 у нас в Бурятии на глубине 10 километров. Видите, сместилось Южного Байкала, пошло в более северные регионы. Аллиута, Камчатка молчат, но вот в Охотском море 4,0, 460 километров. И опять, в той же самой, вот видно даже внешне, что здесь котловина в море. И также по землетрясениям там котловина по их глубине. Япония 5,1 на глубине 9,5 километров. В Северной Филиппине 3,3, в Центральных Филиппинах 2,3. На южных Филиппинах здесь 4,3 и 3,4, глубина 33 километра. У Гуама 4,5 на глубине 185 километров. Много глубоких. В Суматре 2,3, 1,2. 4,2 на юг от Явы. Глубина 10 километров. На востоке Явы 2,3. Вот у нас дальше у Сумбы 2,3, у Тимора 3,7. Здесь в море Флорест 3,2. Давайте посмотрим в Суловеси. Здесь 4,0 на глубине 10 километров. И 3,3 все вот так вот в ряд. У Торната у нас 4,9 на глубине 120 километров. У Амбона 3,6. Две троечки на западе Папуа. 4,4 на севере Папуа. На глубине 10 километров. Австралия молчит. Давайте посмотрим. Тонго. Глубина 4,5 глубина 502 километра. И Фиджи 4,5 тоже 502 километра. 4,6 от Фиджи на юг 532 километра. Это Кермандек 4,6 217 километров. И две тройки. Ну видно, да, преобладание глубоких землетрясений. Так, смотрим Африка. Антарктида ничего не было. Канада тоже. Три тройки на юге Аляски. 2,9 и вот 3,0 на Гавайях. На глубине 36 километров. Вулкан Келавы. И вот события сегодняшнего дня. 6,0 на глубине 10 километров. Ну это тысяча километров где-то от побережья США. Даже чуть больше. 1200. Две двойки на западе. И 3,8 в Калифорнии на глубине 5 километров. Так, в Аризоне у нас 3,0 5 километров. 3,1 на глубине 5 километров. Видите? Юг США потряхивает. И в Техасе 2,9 на глубине 6 километров. Так, смотрим здесь и Северная Мексика тоже. Подключилась. 4,0 на глубине 10 километров. У Акапульки 4,0 на глубине 17 километров. В Северной 3,2. У залива здесь вот так вот. Три тройки 4,1 на глубине 103 километра. В самом заливе 4,0 34 километра. 3,9. 4,2 на границе с Гватемалой на глубине 78 километров. 4,2 в Гватемале 195 километров. 5,0 у нас в Сальвадоре на глубине 10 километров. 3,5 там еще. И вот 3,5 в Никарагуа на глубине 35 километров. Вулкан Косигуина. 2,3 в Коста-Рике. Ну, в Латинской Америке так тоже активно. Пуэрто-Рико 3,0 и 2,7. Вот ряд у нас в Аквадоре 3,9. 4,4 на глубине 157 километров. И 4,6 на глубине 145 километров. Очень много глубоких землетрясений. В центре Перу 4,4 58 километров. Смотрим Северная Чили. 5,3 на глубине 109 километров. Опять же глубокая. И здесь еще вот 4,0 231 километра. И 5,3 в этом регионе. У Ла-Сирена у нас сразу получается 6 троек. Одна двоечка. Ну и все, больше ничего нет. Да, вот здесь вот в Тихом океане у нас от Чили 4,9 10 километров. И 4,8 на глубине 10 километров. С Эндвичевого острова ничего нет. Ну, что хочу сказать. Цифра 109 совсем не отражает количество землетрясений. Тут у нас и шестерка есть. И смотрите, пятерочки вот у нас. И да, много у нас 4,9. И на севере Чили, вот пятерочка. У нас много глубоких просто землетрясений. Да, вот в районе Фиджи, Филиппины. Вот здесь вот Индонезия. Глубокие землетрясения. Япония. У нас неспокойно в Южной Сибири. И в Китае мы тоже отмечаем неспокойное сейчас развитие событий. Ну, а с вами был Алекс. Канал Верилабжи. Отличное упражнение.